В общем-то, конечно, был привезен из Европы Миссом Ван Де Роя, Филиппом Джонсоном. Интересно, что Корпюзье построил в Америке два здания, но авторство за ним закреплено только одного здания. Да, друзья, конечно же, центральной фигурой нашей сегодняшней встречи, мне кажется, очень противоречивой, емкой, я бы назвал именно Лекарь Фюзье. И это человек, который наибольшим образом объективно повлиял на советскую архитектуру, вот именно на советскую архитектуру, друзья, именно на жилье, да, но был в рамках своей биографии переменчив и достаточно как бы хамелеонист, что ли. То есть он очень менялся по ходу своей карьеры и за ним следовала определенной мере архитектурная мода. Хотя, с другой стороны, он был и конъюнктурным архитектором. Он удивительным образом умел договариваться с политиками, находить общий язык с людьми совершенно разных сословий и профессий с лишь одной целью. Его опрос был лишь о том, что он был очень сильно идеологически ангажирован, то есть он был убежденным социалистом, друзья. Вот это очень важно. С ранних лет он подчеркивал, что он не из буржуазной семьи, он не давит все признаки буржуазности. И вот это, кстати говоря, первое здание авторства Лекар-Бюзе, в котором он в единственной раз жизни был под мастерием. Хотя, нет, обману вас, в Париже он снова работал у братьев Пере, где он научился технологии железобетона по-настоящему. Вот это вилла Джанере Пере, это вилла родителей, которая была заказана малоизвестному архитектору, мне, к сожалению, неизвестному, вы, наверное, его знаете. И Лекар-Бюзье подглядывал за его работой по ходу дела и учился, учился прямо на строительной площадке, на участке своей семьи. Он был под мастерием, и эта вилла во многом где-то решена еще форма Фрэнда Лойда Райта, форма такой немножко органической, перетекающей архитектуры, уходящей скорее в модерн, чем уже по-настоящему минималистичной и конструктивистской по своим признакам. Это все еще скатная кровля, это достаточно такая даже романская вот эта форма донжона Эркера. То есть это традиционная во многом французская архитектура, поставленная уже на грани веков, скажем так. Это 1912 год. Интересно, что поработав над этим, теперь уже памятником, мы можем сказать, да, он следующий проект уже реализует сам, друзья. Это вилла Швобу. Вот его по-настоящему первая самостоятельная работа. Никогда бы не подумал, что это Лекар-Бюзье, друзья, честно, если бы не знал. Но интересно, что вместо этой работы и прошлой находится огромное европейское путешествие. Лекар-Бюзье к Греции, Риму, где он знакомится с Ренессанцем, Афинами, да, итальянской архитектурой. И это здесь очень занятно, да. То есть вернувшись из, по-моему, полугодового или годового путешествия по Италии и античности, он незримо под влиянием, да. И мы видим здесь где-то какой-то поздний Ренессанс, не то романику. Где-то даже окна, где-то даже вот эти элипсы, где-то глубоко барочные, да. То есть мы видим, наверное, всю европейскую архитектуру середины второго тысячелетия, замешанную вкусно на традиционном еще вот таком клинкерном кирпиче. Мы видим даже кошмар, мы видим, друзья, ультрированный орден, который Грюзье всю свою жизнь не то что ненавидил, да его нельзя было даже представить рядом с такой колонной стоящего ряда. Вот, и тем не менее, друзья, вот все эти мифы, они вмиг развеянутся. Нет ничего мгновенного, да, друзья, возникающего. Все-таки многие-многих и большинства конструктивистов растут неизримо из модерна и даже эклектики. Ну вот интересно, что следующим этапом является переезд Грюзье в Париж, где-то в районе 16-17 года, где он знакомится с рядом художником. И для своего нового друга, во-первых, он со своим приятелем организует журнал «Эсприн УО», да, «Новый дух». Вот обложка первого исторического номера этого журнала, это где-то тоже 16-17 год. Второе, видите, смотрите, как интересно, его карточка, да, карточка, где статус редактора зачеркнул и написано «Директор». Вот видны уже амбиции молодого «Есприн УО», да, хотя здесь он, видите, еще под фамилией Жаннерет. Как раз «Есприн УО», друзья, он стал подписываться под первыми статьями этого журнала, и после этого этот псевдоним за ним закрепился. Ну интересно, вот как раз его друг Озанфан, художник, парижанин, светский такой тусовщик, втягивает лекарь Кюзьев в богемную жизнь Парижа и учит его живописи. То есть Озанфан, скажем так, все его живописные опусы, находки, вообще, они все растут, и первым его учителем стал именно его друг Озанфан, для которого он строит его дом, виллу, и есть, и, видите, художественная мастерская на третьем этаже, но есть мнение, что молодому корпюзье, вот, только встававшему на ноги, Озанфан как-то поддерживал, нашел деньги, и вот, чтобы как-то его поддержать, спонсировать и вот развить его дар, помочь ему как-то развернуться, обосноваться, таким, в общем, правильно творческим образом он впервые раскрывает его уже в Париже, да, а так как Озанфан был достаточно человеком, вот, общительным, светским, то, друзья, ну, эта архитектура совершенно феноменальная. Здесь есть еще, кстати, уже утрированный, уже почти что рудиментарный исчезающий карниз, да, но гладь тяны уже совершенно конструктивистская, полностью лишенная орнамента, да, ленточное окно, вы смотрите, свободный угол, да, то есть лишенный углового тяжеловесного простенка, то есть здесь уже мы видим зарождающиеся все четыре, даже трех-четырех из пяти принципов векар-гюзей. Здесь нет только ножек на опорах, но здесь есть даже терраса. Здесь еще нет парящей свободной стены, хотя, по-моему, здание, кстати, все-таки каркасное. И здесь есть эркер, друзья, да, который растет ногами и корнями из устаревающего модерна. Вот это все-таки архитектура переходного периода, скажем так. И вот быстро развиваясь, набирая обороты, он строит дом Литшица, вилу, в которой вполне реализует уже все свои пять правил новой архитектуры. Поставленная на рельефе в зелени, да, свободно паящая вот эта белоснежная стена. Я для вас даже, чтобы не путаться, вот сегодня утром, ну, понятно, ничего не там. Даже записал из энциклопедии эти пять правил новой архитектуры, друзья, да, это обязательно дом на ножках. Философский, чисто социально, дом на ножках означает отсутствие ограничения свободы, друзья. Вот это очень важно. Ленточное остекление, да, свободная паящая стена, навесная, которая не является несущей. И это одно следует из другого, да, полностью рассеченная. То есть стена дематериализована, она подчеркнуто не несет никакой нагрузки, она парит, да. Отсутствие чердаков, и вот здесь он, Леон Гребюзье в своих соображениях подчеркивает социальную роль. Отсутствие первого и последнего этажа. Он боролся с социальным неравенством таким образом. Он писал, что традиционная архитектура старой буржуанной Франции, да, это мансаровская архитектура, да, это засея вот этой жирной, облитой вот этим обильным декором буржуанной, бежевая такая, да, архитектура центра Парижа, с которой он боролся, которую он ненавидел, и чуть позже он чуть не снес по Париже. Мы сейчас поговорим об этом. Вот. И вот, и он обосновывал это так, что классовое неравенство провоцируется традиционной буржуазной архитектурой. Низшие слои населения вынуждены селиться, да, за малую цену, малую ренту, либо в подвалы и первых этажах, где все стоит дешево, сыро, унижение, да, и чердаки. И вот этот бич сословного неравенства Корбюзье считал именно мансардным. То, что сейчас, в 20 веке, больше всего ценится. Это самые дорогие квартиры в Париже, да? На мансардных, друзья, где вид, там, на собор Парижской Богоматии. Но, друзья, ценности меняются. Сейчас загар, это модно, сто лет назад загар, признак работяги. Да, сейчас все наоборот. То есть идеалы красоты, да, идеалы архитектуры, можно сказать, поменялись наоборот. Но, тем не менее, тогда это было еще так. И вот Вилла Штайн, семьи из США, которая переехала, наоборот, из США во Францию. Причем, интересно, что Штайн поддерживал еще какой-то лиценат, там всегда очень сложная пищевая цепь, какая-то запутанная. Но факт, что вот этот дом уже звучит совершенно на подходе к главному шедевру, которому и сейчас.